Человечество все время придумывает новые технологии и старается внедрять в работу. Но какого бы только гениального робота оно не создало, до конца заменить человека новейшими разработками до сих пор не удалось. Сейчас популярность начала набирать нейросеть Балабоба от разработчиков Яндекса. Что это такое и сможет ли она заменить деятельность человека, выясняла наш корреспондент. Нейросеть — это математическая модель, функция, в которой очень много разных параметров. Ее идея — собрать сложную структуру из простых элементов. Один из этапов использования нейросети — это их обучение. Дальше нейронная сеть подкручивает свои параметры, чтобы на все известные входные данные давались правильные ответы. Чем больше входных данных, тем точнее будет ответ. К примеру, задача нейросети Балабоба от Яндекса — сгенерировать следующее слово или предложение так, чтобы оно подошло по контексту. Яндекс писал, что этот сервис разработан на основе такой модели, которая называется «Трансформер». Это уже глубокое обучение, а глубокое обучение, такой раздел машинного обучения, посвященный очень точным и эффективным алгоритмам частности анализа текста. На вопрос о том, сможет ли такая сеть заменить работу человека, эксперты отвечают, что шаблонные тексты она сможет написать, а что-то более чувственное — нет. Речь идет о выплеске информации на большой массив людей. Ведь чем занимаются журналисты, в отличие от, я не знаю, лингвиста, я не хочу их обидеть, замечательной профессии совершенно, но он работает для своей целевой аудитории, исследуя те или иные нюансы, скажем, языка. А журналист, медийщик посредством языка, как инструментария, работает с мозгами людей, с огромной массой людей, нужны средства массовой информации, массовой коммуникации. Последствия в том, катастрофические, если что-то не так сделать. В этом смысле человеческий контроль за тем, что будет происходить, необходим. Поэтому на данном этапе выпускать в реальную работу такие нейросети без надзора человека еще опасно. Но уметь их использовать все же нужно, говорят эксперты Казанского университета. Инджи Минибаева, Виолетта Басова, Универтньюс.